Всем привет! С вами я, Артем Гагарин. Сегодня я для вас проведу настоящую экскурсию. И начнем мы прямо с этих дверей. Каждое утро эти двери открываются для депутатов Верховной Рады Украины и раз в пять лет для президента. Хотя не для каждого. Вообще путь президента на инаугурацию довольно длинный, но я вам покажу его буквально за 10 секунд. Здорово, бандиты. К сожалению, дальше нам, друзья, нельзя. Поэтому предлагаю ходить где можно и показывать самые популярные места у депутатов Верховной Рады. Какое самое любимое место Верховной Рады? У меня? Да. Как и у всех, напомню, в буфет. Ага. Ну тогда и мы, то в буфет. Святая святых. Туалет Верховной Рады. Говорят, здесь можно увидеть членов всех партий. Блин, какая-то двусмысленность получается. Пошли. А я напоминаю, что на дворе 2015 год, через пару недель уже 2016, а в Верховной Раде, тадам! Межмейский связок для народных депутатов. Не, реально, реально нужная штука. Они же, ну, каждый второй ей пользуются. Ну, мы видели, да. Ну, потому что удобно, понимаете? Ну, два телефона. Гля, гля. У них МТС ловит. А на кинфтер, со своего. Ну, а вы СМСите или нет на заседаниях? СМС как-то по работе, значит, ну, выйти я не могу никуда, но СМС могу скинуть, что нужно сделать это и это. А что, вас не выпускают там, или что? Ну, я знаю, что в Верховную Раду приходишь не гулять взад-вперед, 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 а прийшов, выполняйте свою работу, находиться на месте, ты принимаете решение. Вот, это хорошо, что вы понимаете, потому что у нас депутаты многие думают, что когда приходишь в Верховную Раду, надо взад-вперед, ну, в смысле, с народом вот так, взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед. Я разумел. А эта гордость Верховной Рады – картина державотворения. На ней изображены великие украинцы Тараса Шевченко, Лыса Украинка, Грушевский, Кравчук. Кравчук. А, великие украинцы и Кравчук. Поговаривая, во времена прошлой власти на эту картину хотели дорисовать Януковича. Но охрана Верховной Рады заметила Виктора Федоровича с маркером и не дала ему это сделать. Но это не самое интересное. Самое интересное находится с другой стороны. Вот там, за моей спиной, находится экран, на котором каждый день транслируется заседание Верховной Рады. Вы понимаете, насколько это символично? С одной стороны, картина державотворения, а с другой стороны, прямо напротив, державозныщения. Символично. Ну что ж, на этом все. Закончить свой репортаж хотелось бы, находясь рядом с одной из четырех статуй, которая символизирует собой простой украинский народ. И пожелать нашим депутатам, чтобы они не забывали о простом украинском народе. С вами был Артем Гагарин. Увидимся. Пока. АПЛОДИСМЕНТЫ